Слава Украине! Привет, Зима Толуновского! Ребята, хотел поговорить о некоторых украинских блогерах без имен, но я вам скажу так, что это в основном блогеры, которые работают в Инстаграме, имеют миллионы подписчиков, или миллион, скажем так. Тяжелые блогеры, которые обычно крутят попой где-то в фитнес-центрах во время войны, или же там крутят попой где-то на пляжах во время войны. В основном девочки, да, вдруг взвыли абсолютно одинаково по российским нарративам. Просто, знаете, такое впечатление, что они слушают Путина, ну или их зарядили деньгами, или не пойми что. Короче, ситуация какая. Пошли такие речи, я ненавижу правительство с двух сторон, надо это прекращать, надо начинать переговоры, надо туда, надо сюда. То есть, вот, понимаете, именно то, что выгодно Путину сегодня. Напомню, я вам рассказывал, что ведь не от хорошей жизни Путин сегодня приглашает в свою армию всякое отремя там из Северной Кореи, не знаю, где он их что там ловит, всяких там товарищей, а студентов ловит, да, иностранцев на России, ловит индусов, ловит граждан Шри-Ланки и так далее, и так далее. Кстати, вот, своих граждан только что вызволил премьер-министр Индии, который был у Путина там на России, и Путин пообещал освободить индусов, захваченных хашистами. Не от хорошей жизни они это все делают, но ведь это уже правильно. Если бы у Путина хватало своих бандитов, он бы не искал чужих, вот так, или наемников, тут правильнее сказать, бандитов, наемников. Да, так вот, наши эти блогерши и блогеры-миллионники инстаграмные вдруг взвыли о том, что все, пора заканчивать, пора туда, пора сюда. И вот непонятно, а что же они так одновременно взвыли. Я вам еще сейчас скажу один такой момент. Вот эти блогеры, они в основном живут с чего? С донатов, да. И вот что-то мне кажется, что задонатили им не совсем с Украины. Или совсем не с Украины, потому что, понимаете, ну такого не бывает. Человек, который крутит попой перед камерой, да, вдруг озаботился политикой, вдруг его озаботили переговоры, вдруг его озаботила судьба детей. Да плевать они хотели на всех. Можешь поймите правильно, их кроме собственной задницы в треку, в спортзале, вообще ничего никогда не интересовало. Люди, скажем так, люди мусор. Вот я таких так вот оцениваю, товарищи. Опять-таки, без фамилий. Ну, кто в гонсту лазит, вот эти морды и попы, и там непонятно, что впереди. И докачанная физиономия, да, всякой химией. Тот видел ни разу, ни два. Поэтому, мне кажется, вот время как раз СБУ, немножко поинтересоваться, ну, откуда деньги, ЗИН.